Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы прославить Господа, который установил Новый Завет, Новый Союз, нас с Богом. И Союз этот скреплен не кровью жертв животных, а кровью Агнца Божия, Сына Божьего, который был рожден прежде всех веков Сыном Божьим и Его Кровью. Сегодня мы можем услышать, что говорят, что сегодня день установления Тайной Вечери. В древности эта Тайная Вечеря, она называлась Вечеря Любви. И это самое главное, что в этом названии должно быть Любовь, потому что это действительно явленная Любовь Божия. А Любовь – это не то, что мы с вами привыкли сейчас называть Любовью. Это не то, что мы любим и хотим иметь. Любовь – это Любовь Божия, которая является чистейшей жертвой, которая отдает себя без остатка. Сегодня Господь собирает Своих учеников на пасхальный ужин, где воспоминается, воспоминалось освобождение израильского народа от рабства Египта, от рабства греха. И Господь предлагает нам отныне вспоминать не освобождение от рабства земного, а освобождение от рабства греху, проклятию и смерти, ибо это освобождение Он идет совершить. Как мы попали в это рабство? Как мы оказались в аду? Откуда взялось зло? Откуда взялся грех? Это все плоды нашей свободы. Бог даровал нам свободу, сотворив нас свободными. Эта свобода предполагает, что мы можем не только быть с Богом, но можем быть и без Бога. И вот это существование без Бога, этот свободный наш выбор, он приводит к тому, что мир наполняется злом. Зло и есть наша оторванность от Бога, от источника жизни. Зло и есть, и грех есть. Нарушение заповеди Божией, нарушение той связи с Богом, которая была с самого начала сотворения человека. И вот этот разрыв с Богом и порождает грех и зло. И чем дальше человек уходит от Бога, тем больше этот разрыв. И насколько он большой, насколько глубока бездна, в которую мы попали в результате ухода от Бога, показано тем, что в итоге мы, люди, не только нарушили закон Божий, мы подняли руку на самого Создателя своего. наше состояние было таково, мы настолько прониклись адом, злом, что подняли руку на Создателя. отвергли его, убили его. Это есть результат, это есть плод нашего свободного выбора зла. это есть плод нашего рабства греху. Но Господь, Он с самого начала, с самого сотворения мира, еще до сотворения мира, Он знал, что человек не сможет устоять добре. Он знал, что человек искусится, выбрав жизнь без Бога, искусится на то, чтобы быть самим Богом. И его воля, его благоволение все равно было непреклонным даровать свободу человеку, создать его свободным, чтобы не навязывать добро, не навязывать себя, чтобы человек сам своей волей, своим сердцем выбрал Бога, избрал, возненавидел зло и возлюбил то, что дает Господь, а дает Он нам самого себя. И сегодня тайное установление Тайной Вечери – это действительно Вечери Любви, потому что Господь приглашает всех нас в свое царство. Царство, где Он – Царь Царей, но где Он отдает Себя, отдает Себя нам. И когда мы принимаем тело и кровь Господню, мы должны осознавать, какой дар мы принимаем в свои руки, что это дар Бога, дар Его Любви, которая идет до конца, до смерти, до ада. И мы, принимая этот дар, благодарим Его. И поэтому служба наша называется Евхаристия. Мы благодарим именно за это, за то, что Господь все нам дает и самого себя дает нам и говоря, приимите, едите это тело мое за вас ломимое во оставление ваших грехов и кровь моя за вас изливаемое во оставление грехов. Слава тебе, Господи, даровавшего нам жизнь, свет, мир твой, радость и любовь. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры. Редактор субтитров